Наталья Башкова И вот эта молитва, сосредоточенная среди единомышленных, верующих людей, она помогает выбрать главное в жизни. Сам образ Иверской Божьей Матери, который сейчас находится на Афоне, был написан евангелистом Лукой в I веке. В IX веке в византийском городе Никия икону нашла вдова с сыном, которая потом организовала домашнюю церковь. Об этом узнали воины и иконоборцы. Один из них пронзил копьем святой образ. С тех пор Богородец на Иверской иконе изображается с каплями крови на щеке. Чтобы спасти икону, вдова решила отправить образ по воде. Она об этом рассказала своему сыну, который пошел на Афонскую гору. Там он поведал монахам о чудотворном образе Богородицы. Спустя два века икону нашли в море недалеко от Афона. В Россию Иверскую икону Божьей Матери привезли в XVII веке. Она была списана афонскими старцами с оригинала. Долгое время образ Пресвятой Владычицы был в Новодевичьем монастыре. Сейчас он находится в Государственном историческом музее. В России есть еще несколько списанных образов Иверской иконы. Последней находится в Иверской часовне возле Воскресенских ворот Московского Кремля. Приходя к чудотворной иконе, собираясь большим количеством людей, люди просят у Пресвятой Владычицы милости Божьей. Но они знают, что на свои просьбы, которые мы все с вами взываем, к Матери Бечистой, и она ходатайствует за нас перед своим сыном, мы получаем в ответ от нее все то, что просим. Иверская икона Божьей Матери – одна из особо почитаемых в России. К ней обращаются для исцеления от болезней и недугов. В дореволюционной Москве ее отвозили на дом к больным и служили молебе на здравии. В женском монастыре в Самаре главная святыня находится в левой части Иверского храма, в серебряном окладе с алмазами и изумрудами. Никита Колосов, Сергей Баскин. События.